привет друзья сегодня у меня на распаковке классный такой приборчик измеритель качества воды и просто измеритель а 7 в одном то есть всем прибором в одном устройстве это новинка 2020 года вот на октябрь месяц всем устройств в одном приборе может китайцы еще что-то в дальнейшем придумают данный момент вот такая вещь самый продвинутый прибор из этой серии модель ком 600 паш метр это кислотность тдс метр минерализация sg метр плотность ес электропроводность салент и соленость и самый важный показатель орпи окислитель и восстановитель и потенциал ну и температуру модель с подсветкой смотрим сам приборчик упаковка кстати жесткая как видите не помялась все классно приехал это отдельная тема это тоже заказывал это рефрактометр для сахара распаковка на канале у меня есть ссылочку увидите вот здесь или в описании все внимание к этому прибору приборчик довольно такой немаленький вот на ладонь ладони мне средние что у нас здесь здесь у нас отсек для батареек батареек комплекте нет сейчас надо будет вставить батарейки и будем проверять и тестировать на разных водах батарейки тут вставляются же 13 типа размер либо лр 44 разные маркировки для одной батарейки три штучки 1 2 3 а вот плюс-минус не показано где интересно как же тогда вставлять инструкции также кстати нету никакой китаец нет они есть инструкция коробки раз посмотрим тоже думал беда так все коробки больше ничего нет это тестовые порошки с разным уровнем ph для калибровки приборов дистиллированной воде то есть засыпаем порошочек и показатель должен соответствовать этим цифрам инструкция скудненько такая показываться его характеристики от скольки до скольких что меряет погрешность и так далее ну как собственно как все в последовательстве в картинках показано как мерить батарейки нас интересует какой стороной куда вставлять а вот есть плюс оказывается вон жирным плюс видно очень плохо увидели плюс то есть сторона плюсов батарейки вот это маленькая пятачок это мин вставляем вот так вот так вот резьба мелкая какая-то не сразу идет по резьбе резиночка для плотного закручивания то есть заявленная пи 67 не пропускает воду включается простым нажатием на кнопку сохраняет последний показатель который мы мерили ну и также выключается вот так он светится зелененьким дисплей довольно контрастный есть уровень заряда батареи показывает и сразу у нас показывает какой показатель температура кстати прибор чем хорош у него сразу есть компенсация по температуре то есть любую жидкость мы проверяем и она пересчитывает сама по температуре в отличие от рефрактометров там никакой компенсации по температуре нет на самому все пересчитывать чтобы были более точные показатели hold а это фиксация и температура фаренгейты и цельсий переключается кратковременное нажатие будет фиксация информации hold и без фиксации информации и переключаем режимы ppm это у нас тдс минерализацию показывает далее соленость salt как бы его показать так что видно было ну и на самом приборе написано вот тдс и sph salt sg и orp такие вот показатели измерения переключаются кнопкой моды кратковременным нажатием рассмотрим поверхностно чего состоит пять электродов пять разных стеклянный металлический пятачок какой-то это даже вот прозрачные сверху металлический электродик такой пластина и два металлических штыря два электрода съемные эти наконечники открутиться так по резьбе на разъемчике восьмиконтактный разъем соединяется герметичная резиночка и затягивается этой обоймой резьбовой калибруется по температуре что немаловажно для точных показателей отсек батареек три батарейки типа размер аг-13 либо lr44w рюмки у меня тут неспроста стоят несколько видов воды все эти показатели будем тестировать на разной воде качестве примера итак начинаем проверять я буду проверять каждую воду и измерять все показатели по порядку у меня есть вода из-под крана отстоянная вода из-под крана кипяченая вода из-под крана далее пошли дистиллированная вода домашняя дистиллированная вода промышленная потом идет лечебная но магазинная вода знаменемская минерально-лечебная написано знаменовского вода далее и волжанская обычная столовая вода покупная и здорово вода на разлив который продается бутылированная водичка итак поехали включаем прибор начинаем с ph кислотность замеряем идет калибровка калибруется сразу по температуре пересчитывает чтобы не было погрешности пока это будет калибровка чтобы не затягивать видео я этот момент вырежу и когда будет конечный результат запишу сразу табличку так ph ph это у нас водородный показатель вещества который отражает его кислотность нормальным и оптимальным показателем уровне ph питьевой воды считается промежуток от 7 целых до 8 целых такую воду еще называют нейтральной но значение стабилизировались ph кислотность 7,8 вода из-под крана далее параметр идет у нас электропроводность миллисименс на сантиметр есть электропроводность это наиболее стабильный показатель общей концентрации питательного раствора даже незначительное повышение концентрации питательного раствора может значительно затруднить его поглощение растениям поэтому столь важно постоянно измерять электропроводность раствора 665 далее у нас минерализации тдс метр В принципе, ТДС-метр и кондуктомер – это практически одно и то же. В чем же разница? Каждый ТДС-метр, по сути, является кондуктомером, хотя ЕС и ТДС часто используются как синонимы. Есть некоторые важные различия. ЕС в применении к воде относится к измерению электрических зарядов воды. ТДС ссылается на общую сумму растворенных солей в воде. Действительно верный метод измерения ТДС является метод испарения воды и извешения сухого остатка. Так как это практически невозможно сделать для обычного пользователя, можно оценить уровень ТДС путем измерения ЕС воды. Все растворы имеют электрический заряд. Таким образом, можно оценить количество ТДС путем определения ЕС раствора. Однако, различные по составу растворы имеют различные заряды. Поэтому необходимо преобразовать ЕС в ТДС с использованием пересчета, который имитирует заряд. 332 Соленость Соленость содержания солей в воде измеряется в процентах промилле. Это количество твердых веществ в граммах, растворенных в одном килограмме морской соли. Соленость у нас 0,03. Плотность 1,10. И окислительно-восстановительный потенциал 207 мВ. ОРП или ОВП. Определение окислительно-восстановительного потенциала воды. Какое значение имеет ОВП для организма? На самом деле огромный ОВП или редакс потенциал характеризирует активность раствора с точки зрения электрохимии. Способность этого раствора быть донором или акцептором электронов. То есть, быть окислителем или восстановителем. Все основные функции организма возможны только при отдаче или приеме протонов-электронов. Этот процесс называют окислительно-восстановительными реакциями. Кровь, плазма, межклеточная жидкость человеческого организма имеет свой определенный окислительно-восстановительный потенциал. Артериальная кровь имеет ОВП примерно минус 57 мВ. Венозная кровь имеет редакс потенциал примерно минус 7 мВ. Что это значит? Это значит, что наша внутренняя среда имеет избыток электронов отрицательно заряженных частиц. Поэтому при избытке электронов появляется минус. Минус 57 мВ венозной и минус 7 мВ артериальной крови. Если мы постоянно будем вводить в организм жидкости, имеющие редакс потенциал ОВП сокращенно, намного больше, чем ОВП крови организма, то они будут действовать как окислители. Проникая в ткани человека, они будут забирать электроны из клеток и тканей. В результате этого биологические структуры организма, клеточные мембраны, органоиды клеток, ну и клиновые кислоты и так далее будут подвергаться окислительному разрушению. Каким должен быть ОВП? ОВП обычной водопроводной воды в 99% случаев составляет от плюс 120 до плюс 280 мВ. Лечебные источники имеют либо высокий положительный заряд и тогда помогают при артрозах, кожных болезнях, ревматизме или отрицательный заряд и щелочной PH. Такая вода рекомендуется для ежедневного приема как лучший способ борьбы с окислением организма. Обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим воздействием. Идеальные показатели PH и ОВП должны соответствовать аналогичным показателям внутренней среды организма крови и составляют PH 7,4 как минимум и ОВП от минус 7 до минус 57 мВ. Это в идеальном случае. В лечебных целях PH может быть щелочнее более 7,4 и ОВП воды еще более отрицательным. Все что мы узнали про ОВП. Отстоянная вода из-под крана. Опять по порядку. Сначала PH. Стабилизация идет от минуты до 2 минут. Где-то так в этих пределах. Нет стабильного показателя. Скачет от 8,68 до 8,39. Запишем среднее значение 8,5 PH. Видите у отстойной воды та самая вода из-под крана. Только отстойная PH уже выше. Более щелочная 8,5. Далее миллисименс на сантиметр у нас электропроводность 7,99. Минерализация 3,99 ППМ. Соленость тоже самое 0,03. Плотность тоже единичка. ОВП или по-английски ОРП 156. Далее переходим кипяченая вода. PH кипяченой воды. Тоже вода из-под крана кипяченая. Практически не поменялась. В отличие с отстойной водой. 8,4. Электропроводность 711. Минерализация 355. Соленость 0,03. Плотность 1. ОВП 161. Переходим к дистиллированной водичке из-под крана. Струсим воду из прибора. Струсили. Загружаем воду дистиллированную. Это обычная вода из-под крана. Прогнанная через дистиллятор. По-простому через самогонный аппарат. Среднее значение PH 8. Электропроводность 15. Минерализация 7. Соленость 0. Полный 0. Плотность также единичка, как и в предыдущих водах. И ОВП 195. Переходим к дистиллированной промышленной воде. Вот видите, тут уже кислотность PH выше. То есть кислее дистиллированная промышленная вода. Купленная в эпицентре, кстати. 5,4. Электропроводность 31. Вот видите, 31 электропроводность, в отличие от домашней, выше 31. А я ее заливал в аккумулятор, что недопустимо. Для аккумуляторов желательно ближе к нулю электропроводная, чтобы было. А у этой водички 31. Вот так вот промышленная вода. Ну, стабилизировалась 32, если быть точно. Поправим. 32. Дальше. Минерализация 16. В минерализации также есть примеси 16. Вот вам и промышленная дистиллированная вода. Не стоит надеяться, а стоит покупать прибор и всю воду перемерять. И питьевую, и промышленную. Соленость 0, такой же, как и в домашней дистиллированной. Тут тоже единица. ВП 334. ВП вообще большой. Переходим теперь к водам питьевым, так сказать. Вот знаменевская вода. Лечебно-минеральная. ПАЖ у нас 7,2. ПАЖ. Электропроводность 486. Минерализация 243 ППМ. Соленость 0,02. Плотность единичка. ОВП 210. Переходим к и волжанской. ПАЖ. ПАЖ 8,5. Электропроводность 852. Ого, какая электропроводность. Минерализация 427. Соленость 0,04. Плотность единица. И ОВП 160. Теперь здоровая вода из точки разлива. Бутылированная водичка, которую привозят по домам. Под травовой маркой Здоровая вода. ПАЖ 7,55. Ну, 7,5. Электропроводность 84. Минерализация 42. Соленость 0. Кстати, лучше, чем и волжанская, и знаменовская. По солености. То есть, в нулях. Плотность единица. ОВП 279. И теперь, для чистоты эксперимента, есть у меня зеленый чай. Как известно, чай зеленый является антиоксидантом для организма. Меряем зеленый чай. Ну, вот обычный пакетированный зеленый чай в пакетиках. В данном случае Ахмат Теа. Зеленый чай в пакетиках. ПАЖ 7. Электропроводность 1090. Минерализация 541. Соленость 0,05. Плотность 1,003. ОВП 46. Вот, самое интересное. Зеленый чай постоял. Я его мерил, когда только заварил. Был минус 30. Где-то так. То есть, отрицательный восстановительный потенциал. А теперь чай нормальный, листовой. С полным листом померяем. Колоночки я для него тут не делал. Вода, кстати, та же из-под крана, кипяченая вода. Что в этом, что в этом чай. Вот листовой чай. 7,2 PH. Электропроводность 975. Минерализация 477. Соленость 0,04. Плотность 1,004. И ОВП 23. Самое интересное, что этот чай, когда только был заварен. Минута после заваривания чая, ОВП был минус 50. То есть, еще меньше минус, чем пакетированным. Вывод. Зеленый чай нужно пить сразу, как только заварили. Для чистоты замеров я заварил новый чай, зеленый. Тоже пакетированный и листовой дорогой чай. И меряем сразу же. Прошло где-то около минуты. Пакетированный чай. Пожалуйста, смотрим. ОВП. Минус 40. И видите, он продолжает снижаться. Прошло 3 минуты после заваривания свежего чая. Делаем замеры. И что видим? Вот это действительно чай, который обладает антиоксидантом. Свежезаваренный. После 3 минут заварки, вот мы видим минус 40. Отрицательный ОВП. И для чая листового, дорогого чая, тут ОВП еще ниже. Что очень хорошо для нашего организма. ОВП минус 64 милливольта. Пожалуйста. Это после 3 минут, ну уже после 4 минут, после того, как заварили чай. Дальше он идет уже в плюс. То есть теряет свои свойства. Вот такой вот мы имеем чудесный прибор. Так что не доверяем производителям воды. Покупаем такой приборчик, меряем и наслаждаемся жизнью и молодеем. Ну, всем пока. До новых интересных распаковок. Субтитры подогнал «Симон»!